Посмотри на меня Документальный фильм 2022 года режиссёра Сабаха Фалаяна Он посвящён жизни и смерти рэпера и певца XXXTentacion Название фильма названо в честь его прорывного сингла Документальный фильм содержит кадры из последних лет X И содержит выступления многочисленных друзей и семьи В том числе его матери Клеопатра Бернард Подруги Дженниси Санчез Бывших подруг Женавы Айеллы и Синтии Пэрис А также лучшего друга и коллеги рэпера Sky Mask The Slump God Он также включает интервью с рэперами Крейг Ксен, Джоу Изадира, Джуиси Уорлд и Триппи Рэд Сюжет Фильм рассматривает как благоприятные, так и спорные аспекты жизни и наследия Икса В фильме впервые представлены интервью с бывшей девушкой Икса Женавой Айеллы Которая обвинила его в домашнем насилии в 2016 году Во время своей смерти Икс ожидал суда по обвинениям Вытекающим из обвинений, выдвинутых Айеллой Которая впервые в документальном фильме показывает Что она не хотела, чтобы Икс попал в тюрьму Говоря, что она не знала, что все это рухнет на него вот так Фильм включает в себя встречу с матерью Икса Клеопатра Бернард и Айеллой В которой Бернард сказал, что верит обвинениям Айеллы Комментируя Бернард утверждает, что она считает, что Икс в конечном итоге Публично извинился его перед Айлой Но у него просто не было шанса Айла прокомментировала, что вес, наконец, был снят Зная, что семья Икса не держит на нее зла Комментируя фильм, режиссер Саба Ахвелаян сказал Мы чувствовали, что потеряли Якси так скоро Лучшее, что мы можем сделать Это найти способ извлечь уроки из его жизни И попытаться продолжить его миссию Подготовка Все звезды, как они сами Отношение к XX Extentacion указано после каждого кастинга Музыка Джасси Дуэйн Рикардо Онфрой Известный под псевдолимом XX Extentacion Американский рэпер, автор песен и музыкант Несмотря на то, что Онфрой являлся противоречивой фигурой Из-за множества проблем с законом У него появилось значительное число молодых последователей А его короткую карьеру сопровождали всплески популярности Критики и поклонники часто отмечали его разносторонность А также положительно оценивали его музыку в стиле трэп, R&B, рок и эмо Прокат Премьера фильма состоялась в кинофестивале Source by Southwest 15 марта 2022 года А релиз состоится в мае на канале Hulu 26 мая 2022 года Удивительно, но это плюс для этого альбома Вернувшись домой, Чарли впервые за 12 лет написал песни в своей спальне, сосредоточившись на своих отношениях с байфрендом Хаком Клонгом До карантина они были далеки от идеала, но опыт совместной жизни помог им исправить ситуацию, рассказала она в интервью Большая часть посвящена ему, Чарли вспоминает их знакомство 7-летней давности Надеюсь, они продолжат общение Даже если оно не удастся, всем спасибо за поддержку и понимание Чарли часто вспоминает о своем психотерапевте, который начал терапию за несколько недель до ее карантина А в песне Blow Up можно услышать запись ее монолога, в котором она высказывает все мысли, которые приходят в голову после разговора с эксперты Эта честность перед собой окружающими и забота о собственном психическом здоровье не могут не подкупать Они показывают, что Чарли — ранимый человек, не лишенный слабости, пытающийся с ними бороться Она описывает свой опыт таким образом, что любой слушатель может спроецировать на себя ее страхи, радости и сомнения Лучше всего она делает это в трогательном переосмыслении клип из своего последнего альбома, признается она Вместо того, чтобы кричать, что скучает по своим друзьям и вечеринке Однако после сингла пост лучшая песня здесь однозначно антем, в которой Чарли описывает типичную жизнь в изоляции Сериалы, онлайн-доставки, похоть без причины и ее отсутствия С помощью набора ярлыков она рисует картину жизни многих людей в данный момент У Когти, их гимны и оригинальный клип — работа Дилана Брэдди, половины дуэта Сто Джекес, выпустившего в прошлом году альбом, оставивший критиков нетронутым всем, что многие любили тинкинг в далеких двухтысячных Это поп-мелодии в исполнении таких знаменитостей, как кранч-кор группы Брокенсайт, Пэрис Хилтон, музыка из программных хаков, М.А.Д.А. и аранжировки и многое другое Консенсус Сто Джекес заключается в том, что они лучше всего отражают хаос современного интернета и его культуры Этот хаос, хотя и упорядоченный, хорошо подходит Чарли Для нее смесь хорошего и плохого, приятного и опасного воспринимается как должное Из этого непонимания и попыток понять, что она сейчас чувствует, родился этот альбом В интервью Валчер Чарли не сказал об этом прямо, но сказал, что использует концепцию мит-эронии Она сама смеется над тем, что делает, но в то же время любит свои песни, приносит постыдное наслаждение настолько Что на ней пропадает стыд, это не текст на футболке в начале статьи Это мужество окупается Открывающий альбом песня Pink Diamond, призванная сбить слушателя Столку и, возможно, вызвать к нему ненависть или любопытство Была написана исключительно для Чарли теплым рев-продюсером Дижоном Музыкант намеренно делает что-то, что свойственно не ему самому, а художнику Инструментальная пьеса, присланная певице, была далеко не единственным, что она получила при записи альбома Несмотря на отсутствие гостей и сравнительно небольшое количество продюсеров «Who I Feel Now» была написана с помощью друзей и знакомых Чарли, ее поклонники Первый помог ей визуально певица Кэролин Палачик сделала кавер на ее сингл Поклонники помогают ей писать песни и выбирать промо-фото через старис, трансляции в инстаграм, комментарии в твиттер и встречи в зум Поклонники предложили Чарли правке, чтобы свести песни, выбрать лучшие варианты, скинуть видео, а позже попасть в клип на песню «Навсегда» В той же социальной сети певица честно сообщила о создании альбома, большая часть которого была сделана за две недели до его выхода, и о проблемах, сопровождающих запись «Look At Me» is a 2022 documentary directed by Sava Foleyan It is dedicated to the life and death of rapper and singer XXXTentacion The film is named after his breakthrough single Documentary directed by Sava Foleyan in 2022 It is dedicated to the life and death of rapper and singer XXXTentacion The film is named after his breakthrough single The documentary features footage from X's final years and features performances from many friends and family Including his mother Cleopatra Bernard Girlfriend Genesis Sanchez Ex-girlfriends Geneva Ayala and Cynthia Perez And the rapper's best friend and colleague Years of X's life and performances by many of his friends and family Including his mother Cleopatra Bernard Girlfriend Genesis Sanchez Ex-girlfriends Geneva Ayala and Cynthia Perez And best friend and rapper Ski Mask Theslump God It also includes interviews with rappers Craig Zine, Joey Badass, Juice WRLD, Baby Trunks and Trippie Red Conspiracy The film looks at the favorable and controversial aspects of X's life and legacy The film first interviews X's ex-girlfriend, Ayala, who accused him of domestic violence in 2016 At the time of his death, X was awaiting trial on the charges against Ayala Who revealed for the first time in a documentary that she did not want X to go to prison Saying she, had no idea this was going to befall him So, the film includes a meeting with X's mother, Cleopatra Bernard and Ayala In which Bernard says he believes Ayala's allegations Commenting, what Yoss did was wrong No excuses, period But I just wanted to let the world know that he is no longer the same person But the past is still part of his story Bernard claimed she believed X would eventually apologize publicly to Ayala But, he just didn't get the chance Ayala commented, knowing that her family has no grudges against her has finally eased the burden Commenting on the film, director Sabah Foleyan said We felt like we were losing Yoss very quickly and the best thing we could do was find a way to learn from his life and try to continue his mission Training All stars are like themselves Show's relationship with XXXTentacion after each cast Music JC Dwayne Ricardo Onfroy Alias XXXTentacion American rapper, songwriter and musician Although Onfroy has repeatedly a controversial figure in legal troubles But he developed a large young following and his short career was accompanied by an explosion of popularity His versatility was widely praised by critics and fans, as well as his trap, R&B, rock and emo music Rent It premiered March 15, 2022 at the South by Southwest Film Festival and will be released on Hulu May 26, 2022 A documentary film festival about music and new cultures It will be held in various venues and online in Moscow from June 19 to July 3, 2022 The 13th Music and New Culture Documentary Festival will be held offline and online from June 19 to July 3, 2022 The festival program will be included films by young Russian directors, international film festival films and hits from Beat Film Festival in past years Tickets can be purchased on the festival website and on the Kinefoist platform As always, the festival program will include films about music The film follows the life of the controversial SoundCloud rap star The filmmakers spoke candidly with the artist's relatives and showed exclusive archival footage Another film on the show is devoted to Charlotte's X, Charlie XCX Together, in which the British singer recorded an album with her fans during quarantine The musical theme of the festival is continued by the film Freak on the Stage, The Story of Little Dinosaurs The film is dedicated to the rock band that influenced many musicians in the American indie rock scene, from Nirvana to Sonic Youth The festival will kick off with the film, Jane in Charlotte's Eyes, which was screened in Cannes last year This is a film portrait of actress Jane Birkin, shot by her daughter Charlotte Gansgour Charlie XCX posted How I'm Feeling Now on May 15 Before that, she detailed the working phase of the issue in her social network for over a month Artem Makarsky talks about whether this fast recording record can convey the mood of isolation, and what's most interesting about its sound Joy, excited, surprise, sad, anger, disgust, hate, fear These are the words found on the back of the t-shirt released for How Do I Feel Now, and they fully describe the full range of emotions that can be heard on the album Pop musicians and other celebrities have also gone home during quarantine But they've tried to show that it's hard for all of us right now, and it doesn't always work out Sam Smith Swim Now, for a good example He has a lot of his outrage on social networks at the fact that he has to live in a huge mansion during quarantine The empathy mechanism doesn't always work, and Charlotte Aitchison, aka Charlie XCX, is well aware of her privilege Not only was she left at home, but she was taken from the other coast of America to a man beside her And her two best friends, and her part-time manager However, she best embodies the complexity of the current situation, and that's the song Charlie put off recording a clean, smooth Janet Jackson-esque album Decided not to stay home, and discussed the possibility of recording a short quarantine album with her long-time producer A.G. Cook, who is a syndicate of PC, one of the founders Music, it has grown from a small group of friends working on advanced electronics To a group of producers with a recognizable but now less advanced sound Cook agreed to executive produce How I Feel Now As did B.J. Burden, who previously worked with Bon Iver and Francis and the Lights Burden's voice on How I Feel Now Suggests the producer could be tapped to make Loey's Double Negative album There, listeners of American slowcore classics heard a raspy Raspy sound leaning heavily on the bass There's also a lot of noise Intentional dirt And some hack work in the mix Obviously it's hard to make a well-groomed album in a month and a half But listen first, or there's going to be unexpected sounds here Surprisingly, this is a plus for this album Back home, Charlie writes songs in his bedroom for the first time in 12 years Focusing on his relationship with boyfriend Hot Kwong Before quarantine, they were far from ideal But the experience of living together helped them solve their problems She said in an interview Most of them are dedicated to him Charlie recalled their acquaintance seven years ago Hooked that they would continue to communicate And thank everyone for their support and understanding even if they failed Charlie often reminisces about her therapist Who started therapy in the weeks before her quarantine And on the song, Blow Up You can hear a recording of her monologue In which she expresses all the thoughts that come to her mind after talking with the experts This honesty to oneself and others and concern for one's own mental health can only be bright They show that Charlie is a vulnerable person Not without weaknesses And he tries to fight them She describes her experience in such a way that any listener can project her fears Joys and doubts onto themselves She admits that she has done her best job at a moving reimagining of Click From her latest album Instead of screaming that she misses her friends and parties After the single Pause However The best song here is definitely Anthem In which Charlie describes a typical life in isolation Series Online delivery Lust for no reason and its absence Using a set of labels She paints a picture of how many people are living at the moment Both claws and anthems and the original click are the work of Dylan Brady Half of the 100 Gex duo who released an album last year that left critics unchanged about everything many loved about thinking in the 2000s These are popular tunes played by celebrities such as crunchcore band Brokenside, Paris Hilton, music from software hackers, MIDI arrangements, and more For 100 Gex consensus is that they best capture the chaos of today's internet and its culture This chaos, while orderly, suits Charlie well For her, the mix of good and bad, pleasant and dangerous, is taken for granted Out of this misunderstanding Out of this misunderstanding, and trying to figure out how she's feeling right now, this album was born In an interview with Vulture, Charlie didn't say it directly, but said he used the concept of meta irony She herself laughs for what she does, but at the same time she loves her songs and brings so much shameful pleasure that the shame disappears on her That's not the text on the t-shirt at the beginning of the article That courage paid off The album's opening track, Pink Diamond, designed to confuse listeners and possibly provoke hatred or curiosity was written exclusively for Charlie by lukewarm Reneve producer Dijon The musician deliberately does something that does not belong to him, but belongs to the artist The instrumental pieces sent to the singer were far from the only things she received while recording the album Although there were no guests and relatively few producers How I Feel Now, was written with the help of Charlie's friends and acquaintances Her fans The first helped her visually, singer Caroline Polikic covered her single Fans help her write songs and choose promotional photos through stories, Instagram Live, Twitter comments and Zoom meetings Fans offer Charlie edits to mix songs, choose the best option, upload a video, and then go to the video for the song, forever In the same social network, the singer spoke honestly about the creation of the album, most of which was produced two weeks before its release, and the problems that accompany the recording I don't have a slow-up No, I don't make shit I got no love Look at me Is a book 2022年的纪录片 由Saba Foleyan指导 I don't have a slow-up It's a book of songs and songs XXX Pantasyum The song and the song This book's name is the name of its突破性单曲 2022年由Saba Foleyan指导的纪录片 它致力于说唱歌手和歌手XXX Pantasyum的声语此 这部电影的名字以它的突破性单曲命名 这部纪录片包含Apps最后几年的镜头 并包含许多朋友和家人的表演 包括她的母亲Clea Pepper Bernard 女友Janice Sanchez 前女友日内瓦 Iala和Cindia Perez 以及说唱歌手最好的朋友和同事 蔷廉Apps的生活 以及她众多朋友和家人的表演 包括她的母亲 Cleo Pepper Bernard, 女友 Genesis Sanchez, 前女友 Renewa Ayala和 Cynthia Perez, 以及最好的朋友兼说唱歌手 Stim S. Seth Langdon. 她还包括对说唱歌手 Craig Zin, Joey Fettus, Juice WRLD, Baby Trunks 和 Tricky Reds的采访 《阴谋》, 这部电影着眼于 S的生活和遗产的有利 和有争议的方面. 这部电影首次采访了 Fs日内瓦的前女友阿亚拉, 后者在2016年指控 她实施家庭暴力。 在她去世时, Fs正在等待因 Aiala的指控而受到的审判, Aiala在一部纪录片中 首次透露她不希望Fs入狱, 并表示她不知道 这一切都将降临在她身上。 所以, 这部电影包括 与Fs的母亲 Fs的母亲 Fs的Fs和Aiala的会面, 其中Bernard说 她相信Aiala的指控, 并评论说 Fs的所作所为是错误的。 没有任何借口, 期间, 但我只是想, 让世界知道她不再是同一个人, 但过去仍然是她故事的一部分。 托纳德声称她相信Fs最终会公开向Aiala道歉, 但她只是没有机会。 Aiala评论说, 知道家人对她没有怨恨, 终于减轻了负担。 导演Seva Foleyan在评论这部电影时说, 我们觉得我们很快就失去了Yes, 我们能做的最好的事情就是找到一种方法来从她的生活中学习并尝试继续她的使命。 训练, 所有的明星都像他们自己。 A次施法后都会显示于XXX Tentacion的关系。 1月, JC Dwayne Ricardo Renfer化名XXX Tentacion。 A国说唱歌手、词曲作者和音乐家。 尽管昂弗洛伊因多次法律纠纷而成为争议人物, 但她培养了大量年轻追随者, 而她短暂的职业生涯也伴随住人气的爆发。 她的多才多艺得到了评论家和歌迷的广泛赞誉, 以及她的陷阱、R&V、摇滚和Emo音乐。 出租, 开片于2022年3月15日在西南偏南电影节首映, 将于2022年5月26日在呼噜上映。 这是一个关于音乐和新文化的记录片电影节, 将于6月19日至7月3日在莫斯科多个场馆和线上举行。 2022第十三届一月与新文化记录片节将于6月19日至7月3日线下线上举行。 电影节节目将包括俄罗斯年轻导演的电影、 国际电影节电影和过去几年VIP电影节的热门影片。 人票可以在节日网站和PingHouse平台上购买。 与往常一样, 电影节节目将包括有关音乐的电影。 今年他将放映电影《看住我!XXX Fantasian》。 这部电影讲述了备受争议的SoundCloud说唱明星的生活。 电影制作人与艺术家的亲属坦诚交谈, 并展示了独家档案镜头。 该节目的另一部电影专门讲述了Charlotte X, Charlie X,CX, 其中这位英国歌手在隔离期间与他的歌迷一起录制了一张专辑。 电影节的音乐主题由电影舞台上的怪拍《小恐龙》的故事延续。 这部电影视线给影响美国独立摇滚界许多音乐家的摇滚乐队, 从Nirvana到Sony Guild。 电影节将以去年在嘎纳放映的电影夏洛特眼中的简拉开为幕。 这是女演员简伯金的电影肖像, 由她的女儿夏洛特甘斯布,Charlotte Gansford拍摄。 Charlie X,CX于5月15日发布了《我现在的感受》。 《我现在的感受》。 《我现在的感受》。 特有名的学厅并不总是奏效。 Charlotte Hitchison,有名Charlie X,CX。 很清楚他的特权。 他不仅被留在家中, 而且还被从美国的另一边海岸带到了他身边的一个男人身边。 和他的两个最好的朋友以及他的兼职经理。 然而,他最能體現當前形式的複雜性,這就是歌曲。 Харри推辭了錄製一張乾淨、流暢的珍妮特.JCK峻風格的專輯, 決定不待在家裡,并與他的長期制作人A.G. Spoke協議了錄製一張簡短的隔離專輯的可能性, 后者是PC的聯合創始人之一。 1月,他已经从一小群同事先进电子产品的朋友发展成为一群拥有可识别但现在不太先进的声音的制作人 库克同意执行制作我现在的感觉,BJ Burton也同意,他之前曾与Burn Ewell和Francis and the Lights合作过 伯顿在我现在的感受中的声音表明,这位制作人可能被请来制作洛伊的双重否定专辑 在那里,美国曼和经典音乐的听众听到了一种沉重的靠在低音上的沙哑沙哑的声音 还有很多噪音,故意的污垢,以及混音中的一些hack工作显然很难在一个半月内制作一张精心修饰的专辑 但首先要听,否则会出现意想不到的声音这里 令人惊讶的是,这对这张专辑来说是一个加分项 回到家,查理12年来第一次在卧室里写歌,重点是他与男友Hackle的关系 他在接受采访时说,在隔离之前,他们远非理想,但共同生活的经历帮助他们解决了问题 大部分都是献给他的,查理回忆起他们7年前的相识 希望他们继续交流,即使失败,也感谢大家的支持和理解 查理经常回忆起他的治疗师 他在隔离前几周开始接受治疗 在歌曲《Glow Up》中,你可以听到他的独白录音 其中他表达了与专家交谈后想到的所有想法 这种对自己和他人的诚实以及对自己心理健康的关心只能贿赂 他们表明查理是一个脆弱的人 并非没有弱点 他试图与他们抗争 他以这样一种方式描述他的经历 任何听众都可以将他的恐惧、喜悦和怀疑投射到自己身上 他承认,他在对他最新专辑中的Click的感人重新构想方面做得最好 而不是尖叫他想念他的朋友和聚会 然而,在单曲PASS之后 这里最好的歌曲绝对是Anthony 其中查理描述了典型的孤立生活 系列、在线交付、无缘无故的欲望和他的缺席 用一套标签,他描绘了许多人此刻的生活图景 Clust and Enthony和原版Click都是Dylan Brady的作品 他是100GapsR人组的一半 他去年发行了一张专辑 让评论家们对2000年代许多人喜欢Thinking的一切都保持不变 这些是名人演奏的流行曲调 例如Clunch Core乐队BrotonSide Paris Clifton 来自软件黑客的音乐 Mini编曲等等 100GapsR人组的共识是 他们最能捕捉当今互联网及其文化的混乱局面 这种混乱虽然有趣,但很适合查理 对他来说,好与坏,愉快与危险的混合是理所当然的 出于这种误解,并试图弄清楚他现在的感受 这张专辑诞生了 在接受Walter采访时 查理没有直接说出来 而是说他使用了原反讽的概念 他自己为自己的所作所为而笑 但同时他喜欢他的歌 带来如此多的可耻快感 以至于羞耻感消失在他身上 这不是文章开头T恤上的文字 这种勇气得到了回报 三集的开场曲Pink Diamond旨在迷惑听众 并可能引起仇恨或好奇 是由不冷不热的人 制作人毕容专为查理创作的 音乐家故意做一些不属于他自己 而是属于艺术家的事情 而是属于艺术家的事情 寄给歌手的契乐曲员 非他在录制专辑时收到的唯一东西 尽管没有嘉宾 制作人也相对较少 但我现在的感受是在查理的朋友 和熟人的帮助下写成的 他的粉丝 第一个在视觉上帮助了他 歌手Caroline Quality 翻唱了他的单曲 粉丝通过Stories Instagram Live Twitter评论和Zoom会议 帮助他写歌并选择宣传照片 粉丝们提供查理编辑来混合歌曲 选择最佳选项 上传视频 然后进入歌曲永远的视频 在同一个社交网络中 这位歌手诚实地谈到了专辑的创作 其中大部分是在发行前两周制作的 以及伴随录音而来的问题 Locate Me 2022 《2022》里面本来的视频 《2022》里面本来的视频 субтитры Субтитры делал DimaTorzok Film X के जीवन और विरासत के अनुकूल और विवादास्पद पहलूओं को देखती है Film पहले X जिनेवा की फोल्व प्रेमिका आयाला का साक्षात कार लेती है जिसने 2016 में उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था अपनी इंडिक्यू के समय एक्स आयाला के खिलाफ आरोपों पर मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था जिसने पहली बार एक व्रिच्चित्र में खुलाता किया कि वो नहीं चाहती थी कि X जेल जाए और कह रही है कि उसे पता नहीं था कि ये उसके साथ होने वाला था तो फिल्म में X की मां कियो पिट्रा बरनार्ड और आयाला के साथ एक बैठक शामिल है जिसने बरनार्ड का कहना है कि वो आयाला के आरोपों पर विश्वास करते हैं Чипанином, который не сказал, что в правом случае, что в правом случае не было. Никакой выражайся не. Но я только что в мире рассказала, что вовы и не было, но это то же самое главное. Бернард не дава кья, что у себя вишвас, что я сантата Айялла сарважаник руху, но он не получил его. не получил. Айялла не дипаник, это понимание, что его семье против него не было никакого шикарства, а потом у него нет. В фильме, когда делаясь, Нирдешак Сава, Польн, сказал, что мы так думали, что мы очень быстро остались, и мы все лучшие вещи, которые мы могли сделать, они Субтитры делал DimaTorzok बार-बार कानूनी परेशानियों में एक विवादास पद्यक्ती है, लेकिन उसने एक बड़ा विक्सित किया युवा अनुसरन और उनके छोटे करिया के साथ लोग प्रियता का विस्पोर्ट हुआ। 2022 को साउथ बाई साउथ वेस्ट में हुआ। फिल्म महुत्सव और 26 मई 2022 को हुलू को जारी किया जाएगा। संगीत और नई संस्कृतियों के बारे में एक बृत्शित्र फिल्म समारो, यह 19 जून से 3 जुलाई तक मासकों में विविन्स थानों और आनलाइन में आयोजित किया जाएगा। 2022-2013 वी संगीत और नई संस्कृति डॉक्यूमेंटरी फेस्टिवल 19 जून से 3 जुलाई तक आफ लाइन और आनलाइन आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल प्रोग्राम में युवारूसी निर्देशिकों की फिल्में, अंतराश्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल की फिल्में और पिछले वर्षों में भी फिल्म फेस्टिवल की हिट फिल्में शामिल होंगी। ТИКЕТ ФЕСТИВЛ КИ ВЕБ САЙТЕ ПРО КХРИДЕ ЖА СКТЕ ХАН ОР КИНО КОЙК МАНЧ ПРО ХМЕШЬА КИ ТРАХ МАХОТСАВ КАРЬЯ КРАМ МЕ СНГИТ ПРО БНИ ФИЛМЕ ШАМИЛ ХОНГИ ИС САЛЬ ЕЛЬ ФИЛМ ЛОКЕЙТ МИ X66 ТЕНТАСИОН ПРАДАРШИТ КРЕГА ФИЛМ ВИВАДА СПАД САУНД КЛАУД РАП СТАР КЕ ЖИВН КА АНУСАРАНД КРТИ ХАН ФИЛМ НИРМАТАОННЕ КЛАКАР КЕ РИШТЕДАРОН КЕ САТЬ КХУЛ КАР БАТ КИ ОР ВИШЕШ АБХИЛЕКИЯ ФУТЕЙЖ ДИКХАЕ ШОКИ ЕКОР ФИЛМ ЧАРЛИ XCX ЧАРЛИ XCX ТОГЕЙДЕР КО СМРПИТ ХАЙ जИСМЕН БРИТИШ ГАЙКАННЕ СНГРОД КЕ ДОРАН АПНЕ ПРАШНСАКОМ КЕ САТЬ ЕК АЛБМ РИКОРД КИЯ ФЕСТИВЛ КА СНГЕИТ ВИШЕЙ ФИЛМ ФРИК ОН ДА СТЕЙЖ ДА СТОРИ ОФ ЛИТТЛ ДАЙНОСОР ДВАРА जАРИ रखा गया है ФИЛМ रॉक बैंग को समर्पित है जिसने अमेरिकी इंडी रॉक ब्रिशय में कई संगीतकारों को प्रभावित किया, निर्वान से लेकर सोने की यूथ तक ФЕСТिवल की शुरुआत फिल्म जेन इन चार्लोट साइस से होगी जिसे पिछले साल कांस में दिखाया गया था यह अभिनेत्री जेन बिर्किन का फिल्मी चित्र है जिसे उनकी बेटी चार्लोट गेंसबर्ग ने शूट किया है शाली एक्स्टी एक्स ने 15 माई को हाउ आयाम फीलिंग नाव पोस्ट किया इस से पहले उसने एक महीने से अधिक समय तक अपने सोशल नेट्वर्क में इस मुद्दे के कार्य चरन का विवरन दिया आचम मकास की इस बारे में बात करता है कि क्या यह तेज रिकोर्डिंग रिकोर्ड अलगाव के मूल को व्यक्त कर सकता है और इसकी भनी के बारे में सबसे दिलचस्प क्या है हर्श, उत्तेजित, हैरत में डालना, दुखी, प्रोड, व्रिना नफरत करना, दर यह वे शब्द हैं जो How Do I Feel Now के लिए जारी पीशर्ट के पीछे पाए जा सकते हैं और वे पूरी तरह से भावनाओं का वर्णन करते हैं जिनी अल्बम पर सुना जा सकता है पॉप संगीतकार और अन्य हस्तियां भी संगरोज के दौरान घर चले गए हैं लेकिन उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि यह अभी हम सभी के लिए कठिन है और यह हमेशा काम नहीं करता है संग स्मित स्विम नाउ एक अच्छे उदाहरण के लिए उनके पास एक है सोशल नेट्वरक पर उनका बहुत गुस्ता इस तत्थे पर है कि उन्हें संगरोज के दौरान एक विशाल हवेली में रहना पड़ता है सहानु भूती तंत्र हमेशा काम नहीं करता है और शौलोट एचिशन उर्ग चाली एक सी एक्स अपने विशेश अधिकार से अच्छी तरह वाकिफ है ना केवल उसे घर पर छोड़ दिया गया था बल्कि उसे अमेरिका के दूसरे तक से उसके बगल में एक आदमी के पास ले जाया गया था और उसके दोस्त सबसे अच्छे दोस्त और उसके अंचकालिक प्रबंधक हालां कि वो बर्तमान स्थिती की जटिलता को सबसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है ЧАЛИ ЧАЛИ Субтитры делал DimaTorzok अलबम को बनाने के लिए निर्माता को टप किया जा सकता है वहाँ, अमेरिकी स्लो कोर क्लासिक्स के शोताओं ने बास पर भारी जुकाव वाली एक करकश, करकश द्वनी सुनी मिश्रन में बहुत अधिक शोर, जनबूज कर गंदगी और कुछ हैक का काम भी है जहर है कि देर महीमे में एक अच्छी तरह से तैयार अलबम बनाना मुश्किल है लेकिन पहले सुने या यहां अप्रत्याशत आवाजे आने वाली है हैरानी की बात है कि यह इस अलबम के लिए एक प्लस है घर वापत, चाली बारा वर्षों में पहली बार अपने शयनकक्ष में गीत लिखता है प्रेमी हाक क्वां के साथ अपने संबंदों पर ध्यान केंद्रित करता है संगरोज से पहले बे आदर्श से बहुत दूर थे लेकिन साथ रहने के अनुभव में उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की उसमें एक साक्षाकार में कहा उनने से अधिकांश उसके लिए समर्पित है चाली ने साथ साल पहले अपने परिचित को याद किया आशा व्यक्त की की वे समवाद करना जारी रखेगे और असफन होने पर भी उनके समर्थन और समझ के लिए सभी को धन्यवाद चाली अक्सर अपने चिकित्सत के बारे में याद करती है जिसने अपने संगरोध से पहले हफ्तों में चिकित्सा शुरू की थी और ग्लो अप गीत पर आप उसके एकालाप की रिकॉर्डिंज सुन सकते हैं जिसमें वह उन सभी विचारों को भ्यक्त करती है जो उसके साथ बात करने के बाद उसके दिमाग में आते हैं विशेशग्य, स्वयम और दूसरों के प्रती यही मानदारी और स्वयम के मानसिक स्वास्थ के लिए चिंता केवल रिश्वत दी जा सकती है वे दिखाते हैं कि चाली एक कमजोर व्यक्ती है, कमजोरियों के बिना नहीं और वो उन से लड़ने की कोशिश करता है वो अपने अनुभव का इस तरह वर्नन करती है कि कोई भी शोता उसके जर्ख, खुशी और संदेल को अपने उपर प्रोजेक्ट कर सकता है वो स्वीकार करती है कि उसने अपने नवीनतम एलबम से प्लिक की चलती फिर से कल्पना करके अपना सर्वश्रेश्ट काम किया है चिल्लाने के बजाए कि वो अपने दोस्तों और पार्टियों को याद करती है एकल पंजे के बाद हालांकी यहां सबसे अच्छा गीत निश्चित रूप से गान है जिसमें चाली अलगाव, श्रिंखला, ओनलाइन वित्रन, बेना किसी कारण के वासना और इसकी अनुपस्थिती में एक विशिष्ट जीवन का वर्नन करता है लेबर के एक सेट का उप्योग करके, बहिस समय कितने लोग रह रहे हैं, इसकी एक तस्वीर पेंट करती है क्लॉस और एंथम और ओरिजिनल क्लिक दोनों गाइविन रडी का काम है 100 गेक्स जोडी में से आधे जिन्होंने पिछले साल एक एलबम जारी किया था जिसने आलोचकों को 2000 के दशक में थिनकिन के बारे में बहुत प्यार करने वाली हर चीज के बारे में अपरिवर्तित छोड दिया था ये क्रंच कोर बैंड ब्रोकिन सी रेक, पेरिस हिर्टन, सॉप्ट्वेर हैकर्स के संगी, मिरी व्यवस था और बहुत कुछ जैसी मशहूर हस्टियों द्वारा बजाए जाने वाले लोग फ्रियत धुन हैं 100 गेक की सर्व सम्मती यह है कि वे आज के इंटरनेट और इसकी संस्कृती की अराजकता को सबसे अच्छी तरह से पकड़ते हैं यह राजकता व्यवस्थित होते हुए चाली को अच्छी तरह से सूच करती है उसके लिए अच्छे और बुरे, सुखर और खतरनाक के मिश्रन को हलके में लिया जाता है इस गलत फहमी से, और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी कैसा महसूस कर रही है इस अल्बम का जन्व हुआ गिज के साथ एक साक्षातकार में, चाली ने सीधिय तोर पर यह नहीं कहा लेकिन कहा कि उन्होंने मेटा विडम बना की अभधारना का इस्तिमाल किया वो खुद हंस्ती है कि वह क्या करती है लेकिन साथ ही वो अपने गीतों से प्यार करती है और इतना शर्मना कानंद लाती है कि उस पर शर्म गायब हो जाती है Это лейк-какер-какер-какер-какер. Это лейк-какер-какер-какер-какер. Прешен-сак унхи-стори-з, инстаграм-лайв, твиттер-тип-паньи-о, ар зум-митингз ке мадхиам сэ гаанэ ликхнэ ар прачаар тасвирэ чуннэ мэ мэ мадад картэ хэн. Прешен-сак чали-сампадан ко гаано ко миланэ, сарвоттам бикал, чуннэ, видео апплоуд карнэ ар форевер гито ке лиэ видео пар жанэ ки пешкаш картэ хэн. Усси сошл нээтворк мэ, гаят мэ элбом ке нирман ке бааре мэ ги мандарий сэ баат ки, чиннэ сэ адхиканч ко релиз хонэ сэ до сапта пэхле ор рекордин ке саат ханэ ваалі самасяо ке бааре мэ ба тая гая тха. Банабак, юнэтменлийни савах полая нын яптый 2022 япы мэ би белгесэр. Рэпчі ве шаргычий икс экстинтэші нын яшамына ве өліміне аданмышты. Фильм, ады ны чыр ачан синглын дан алио, 2022 де савах полая нын юнеттігі белгесэр. Рэпчі ве шаргычий икс экстинтэші нын яшамына ве өліміне аданмышты. Фильм, ады ны чыр ачан синглын дан алио. Белгесэр, Х'н сон илларын дан горюнтіля ічеріо ве аннеси Клеопатра Бернат, кыз аркадаши Дженесис Санчез, кыз аркадаши Генева Айала ве Синтія Пэрэз ве рапчінін ен ёй аркадаши ве меслекташи да дахил олмак üzере бирчок аркадаш ве аиледен перфоманслар ічеріо. Х'н си яшам иллари ве аннеси Клеопатра Бернат, кыз аркадаши Дженесис Санчез, кыз аркадаши Генева Айала ве Синтія Пэрэз ве ен ёй аркадаши ве рапчі Ским Маск Ти Слампгад дахил олмак üzере бирчок аркадаши ве аилеси дахилан перфоманслар. Айріце рапчіла Крэг Хэн, Джои Бадас, Джоус Руд, Бэйби Трэнк ве Тріп Ірэд іле рапортаќлари да ічеріо. Компло. Х'н си яшамын ве мирасын ве олуму ве тартышмалу ёнлеріне олмак. Иддия на его основе, что он создает его на самом деле, Мазерет не... Но я, он только в мире, У меня уже не было ни одной, Но в прошлом сегодняшний халявит Причем, что он создает в его статус. Бернад, Ипсин в конце Айала, Аленен, Аленен, Идия, Что он не видит, Но он не видит, Идия. Айала, Алисинь нахвинутые перепислили, Играем егоaan, Играем его под видео. Играем его locker, Продолжение следует... 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 альбюм депутатный тюкзак тюльпы там оларак аннатолио. Поп мюзисиен леви, и другие юнлили, карантиналяне срочно еближателем. Анатолица, что и все мы с ним, и все равно, и все время, и все время, что они не дают. Сам смитсвимнаув, что, 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 как и карантиналяне срочно большинство обслуживания, в том числе, сомневая, 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 и шарлот айчайзон акачелликс чейкс айричалый нынчок и партнер садыце ебде бра калмак калмады америка нындиер филариндан и нындики адам а гетюрзу в еминю 2 аркадаши веярзаманны менеджер и анчак мебджут дурун кармашиклый ныннии шекилде сомут ластырио ве шаркы Шарлайк, темиз, пюрызгсюз Janet Jackson-Warrie bir alбюм kaydetmeyi ertеледи, evde kalmamaya karar verdi ve kurucularından PC1'ın bir sendikası olan uzun süredir продюкты Ра. 5. Пиклик kısa bir karantina albümü kaydetme olasılığını tartıştı. Мюзик, gelişmiş elektronikler üzerinde çalışan küçük bir arkadaş grubundan tanınabilir ancak şimdi daha az gelişmiş bir sese sahip bir grup yapımcıya dönüştü. Cook, daha önce Bonneville ve Francis ve The Lights ile çalışan B.J. Burton'ın yaptığı gibi, Howe Phil Nowell'ın baş yapımcılığını üstlenmeyi kabul etti. Burton'ın, Howe Phil Nowell'daki sesi, yapımcının Lovin'in, Double Negative albümünü yapmak için görevlendirilebileceğini gösteriyor. Orada, Amerikan yavaş çekirdekli klasiklerinin dinleyicileri, basa ağır bir şekilde yaslanan cılız, cılız bir ses duydu. Karışımda ayrıca çok fazla gürültü, kasıtlı pislik ve bazı hack çalışmaları var. Açıkçası bir buçuk ayda bakımlı bir albüm yapmak zor, ama önce dinleyin, yoksa burada beklenmedik sesler olacak. Şaşırtıcı bir şekilde, bu albüm için bir artı. Eve döndüğünde, Charlie, 12 yıldır ilk kez yatak odasında erkek arkadaşı Hakkı Bond ile olan ilişkisine odaklanarak şarkılar yazıyor. Karantinadan önce ideal olmaktan uzaklardı, ancak birlikte yaşama deneyimi, sorunlarını çözmelerine yardımcı oldu, dedi bir röportajda. Çoğuna adanmıştır. Charlie, 7 yıl önce tanıdıklarını hatırladı, iletişim kurmaya devam edeceklerini umdu ve başarısız olsalar bile destekleri ve anlayışları için herkese teşekkür etti. Charlie, karantinadan önceki haftalarda terapiye başlayan terapistini sık sık hatırlıyor ve, Blow Up şarkısında, onunla konuştuktan sonra aklına gelen tüm düşünceleri ifade ettiği monoloğunun bir kaydını duyabiliyorsunuz, uzmanlar. Kendine ve başkalarına karşı bu dürüstlük ve kişinin kendi zihinsel sağlığıyla ilgili endişesi ancak rüşvetle alınabilir Charlie'nin savunmasız bir insan olduğunu, zayıf yönleri olmadığını gösterir ve onlarla savaşmaya çalışır. Deneyimini, herhangi bir dinleyicinin korkularını, sevinçlerini ve şüphelerini kendilerine yansıtabileceği şekilde anlatıyor, son albümünden, Queen hareketli bir yeniden tasarımında elinden gelenin en iyisini yaptığını itiraf ediyor. Arkadaşlarını ve partilerini özlediğini haykırmak yerine. Ancak, House single'ından sonra, buradaki en iyi şarkı kesinlikle Charlie'nin tecrüt, dizi, çevrim içi teslimat, sebepsiz şehvet ve yokluğuyla tipik bir hayatı anlattığı, Antep. Bir dizi etiket kullanarak, şu anda kaç kişinin yaşadığının bir resmini çiziyor. Hem Kloz. Rent and the Moose hem de original click, geçen yıl bir albüm yayınlayan Yüzgeç ikilisinin yarısı olan Dylan Brady'nin eseridir. Bunlar crunchcore grubu Broken Side, Paris Hilton gibi ünlüler tarafından çalınan popüler şarkılar, yazılım korsanlarından müzikler, MÜDÜ düzenlemeleri ve daha fazlası. Yüzgeç'in ortak görüşü, günümüzün internetinin ve kültürünün kaosunu en iyi şekilde yakalamalarıdır. Bu faz, düzenli olsa da Charlie'ye çok yakışıyor. Onun için iyi ve kötünün, hoş ve tehlikelinin karışımı hafife alınır. Bu yanlış anlaşılmadan ve şu anda nasıl hissettiğini anlamaya çalışırken bu albüm doğdu. Vulture ile yaptığı röportajda Charlie bunu doğrudan söylemedi ama meta ironik kavramını kullandığını söyledi. Yaptığı şeye kendisi de gülüyor, ama aynı zamanda şarkılarını çok seviyor ve o kadar utanç verici bir zevk veriyor ki, utanç onun üzerinde kayboluyor. Makalenin başındaki t-shirt'ün üzerindeki metin bu değil. Bu cesaret meyvesini verdi. Albümün dinleyicileri şaşırtmak ve muhtemelen nefret veya merak uyandırmak için tasarlanan açılış parçası, Pink Diamond, Ilık ve Net yapımcısı Dijon tarafından Charlie için özel olarak yazılmıştır. Müzisyen kasıtlı olarak kendisine ait olmayan, sanatçıya ait bir şey yapar. Şarkıcıya gönderilen enstrümantal parçalar, albümü kaydederken aldığı tek şey olmaktan çok uzaktı, misafir olmamasına ve nispeten az sayıda yapımcı olmasına rağmen, Charlie'nin arkadaşları ve tanıdıklarının yardımıyla, How You Feel No? yazıldı, onun hayranları. Birincisi görsel olarak ona yardımcı oldu şarkıcı Caroline Polocek single'ını kapladı. Hayranlar, hikayeler, Instagram Live, Twitter yorumları ve Zoom toplantıları aracılığıyla şarkı yazmasına ve tanıtım fotoğrafları seçmesine yardımcı oluyor. Hayranlar, şarkıları karıştırmak, en iyi seçenekleri seçmek, bir video yüklemek ve Forever şarkısının videosuna gitmek için Charlie düzenlemeleri sunuyor. Aynı sosyal ağda, şarkıcı, çoğu yayınlanmadan iki hafta önce üretilen albümün oluşturulması ve kayda eşlik eden sorunlar hakkında dürüstçe konuştu. İçimci yazılmak Mirame! Es un documental de 2022 dirigido por Shabak Polayan. Está dedicado a la vida y muerte del rapero y cantante XXX Tentación. La película lleva el nombre de su exitoso sencillo, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Cook aceptó ser productor ejecutivo de How We Feel Now, al igual que B.J. Barton, quien trabajó anteriormente con Bon Iberi, Francis y The Lights. La voz de Barton en How We Feel Now sugiere que el productor podría ser elegido para hacer el álbum Double Negative, de Lo We, allí, los oyentes de los clásicos estadounidenses de núcleo lento escucharon un sonido áspero y rascoso que se apoyaba fuertemente en el bajo. También hay mucho ruido, suciedad intencional y algo de trabajo de piratería en la mezcla. Obviamente, es difícil hacer un álbum bien arreglado en un mes y medio, pero escucha primero, o habrá sonidos inesperados aquí. Sorprendentemente, esto es una ventaja para este álbum. De vuelta a casa, Charlie escribe canciones en su dormitorio por primera vez en 12 años, centrándose en su relación con su novio Hak Kwong. Antes de la cuarentena, estaban lejos de ser ideales, pero la experiencia de vivir juntos los ayudó a resolver sus problemas, dijo en una entrevista. La mayoría de ellos están dedicados a él. Charlie recordó a su conocido hace siete años, esperaba que continuaran comunicándose y agradeció a todos por su apoyo y comprensión, incluso se fallaban. Charlie recuerda a menudo a su terapeuta, quien comenzó la terapia en las semanas previas a su cuarentena, y en la canción, Blow Up, se puede escuchar una grabación de su monólogo, en el que expresa todos los pensamientos que le vienen a la mente después de hablar con ella. Los expertos, esta honestidad con uno mismo y con los demás y la preocupación por la propia salud mental solo pueden sobornarse. Muestran que Charlie es una persona vulnerable, no sin debilidades, y trata de luchar contra ellas. Ella describe su experiencia de tal manera que cualquier oyente puede proyectar sus miedos, alegrías y dudas sobre sí mismo. Admite que ha hecho su mejor trabajo en una conmovedora reimaginación de click de su último álbum, en lugar de gritar que extraña a sus amigos y fiesta, después del sencillo pause. Sin embargo, la mejor canción aquí es definitivamente Anthem, en la que Charlie describe una vida típica en aislamiento, series, entrega en línea, lujuria sin razón y su ausencia. Usando un conjunto de etiquetas, pinta una imagen de cuántas personas viven en este momento. Tanto Klaus and Anthems como el click original son obra de Dylan Brady, la mitad del dúo 100 Hex que lanzó un álbum el año pasado que dejó sin cambios a los críticos sobre todo lo que a muchos les gustaba de King King en la década de 2000. Estas son melodías populares tocadas por celebridades como la banda Krunkcore Brockenside, Paris Hilton, música de piratas informáticos, arreglos MIDI y más, el consenso de 100 jeques que capturan mejor el caos de Internet y su cultura actual. Este caos, aunque ordenado, le sienta bien a Charlie. Para ella, la mezcla de bueno y malo, placentero y peligroso, se da por sentada de este malentendido, y tratando de descubrir cómo se siente en este momento, nació este álbum. En una entrevista con Vulture, Charlie no lo dijo directamente, pero dijo que usó el concepto de metaironía. Ella misma se ríe de lo que hace, pero al mismo tiempo ama sus canciones y produce tanto placer vergonzoso que la vergüenza desaparece. Ese no es el texto de la camiseta al principio del artículo. Ese coraje valió la pena. El tema de apertura del álbum Pink Diamond, diseñado para confundir a los oyentes y posiblemente provocar odio o curiosidad, fue escrito exclusivamente para Charlie por el tibio productor de Randy John. El músico hace deliberadamente algo que no le pertenece a él, pero sí al artista. Las piezas instrumentales enviadas a la cantante estuvieron lejos de ser las únicas cosas que recibió durante la grabación del álbum. Aunque no hubo invitados y relativamente pocos productores, How We Film Now, fue escrito con la ayuda de los amigos y conocidos de Charlie. Sus fans el primero la ayudó visualmente. La cantante Caroline Polachek hizo una versión de su sencillo. Los fanáticos la ayudan a escribir canciones y elegir fotos promocionales a través de Stories, Instagram, Like, comentarios de Twitter y reuniones de Zoom. Los fanáticos ofrecen ediciones de Charlie para mezclar canciones, elegir las mejores opciones, subir un vídeo e ir al vídeo de la canción Forever. En la misma red social, la cantante se sinceró sobre la creación del disco, que en su mayor parte fue producido dos semanas antes de su lanzamiento, y los problemas que acompañan a la grabación. Luke Acme es un documentario del 2022 directo de Saba Polayan. Es dedicado a la vida y la muerte del rapper y cantante XXXTentacion. El film prende el nombre del suo simbolo rivoluzionario. Documentario directo da Saba Polayan nel 2022. Es dedicado a la vida y la muerte del rapper y cantante XXXTentacion. El film prende el nombre del suo simbolo rivoluzionario. El documentario presenta filmados de los últimos años de X e presenta le esibizioni de muchos amigos y familiares, entre las su madre Cleopatra Barnard, la abogada Genesis Sánchez, la abogada de la abogada Geniva Ayala y Cynthia Perez y la mejor amica y colega del rapper. Anni di vita di X e performance di molti dei suoi amici e familiari, tra cui sua madre Cleopatra Barnard, la fidanzata Genesis Sánchez, le ex-fidanzate Geniva Ayala e Cynthia Perez e la migliore amica e rapper Schi Musc T's Lump God. Include anche interviste con i rapper Craig Kessel, Joy Vedas, Juice WRLD, Baby Trunks e Trippie Red, Cospirazione. Il film esamina gli aspetti favorevoli e controversi della vita e dell'eredità di X. Il film intervista per la prima volta l'ex-fidanzata di X Geniva, Ayala, che lo ha accusato di violenza domestica nel 2016. Al momento della sua morte, Decima era in attesa di processo per le accuse contro Ayala, che ha rivelato per la prima volta in un documentario di non volere che X andasse in prigione, dicendo che non aveva idea che gli sarebbe successo. Così, il film include un incontro con la madre di X, Cleopatra, Barnard e Ayala, in cui Barnard dice di credere alle accuse di Ayala, commentando, quello che Yas ha fatto è sbagliato. Nessuna scusa, punto. Ma volevo solo far sapere al mondo che non è più la stessa persona, ma il passato fa ancora parte della sua storia. Barnard ha affermato che credeva che X alla fine si sarebbe scusato pubblicamente con Ayala, ma, semplicemente non ne ha avuto la possibilità. Ayala ha commentato, sapere che la sua famiglia non ha rancore nei suoi confronti ha finalmente alleviato il fardello. Commentando il film, il regista Sabah Polayan ha dichiarato, ci sentivamo come se stessimo perdendo Yas molto rapidamente, e la cosa migliore che potevamo fare era trovare un modo per imparare dalla sua vita e cercare di continuare la sua missione. Formazione. Tutte le stelle sono come se stesse. Mostra il rapporto con XXXTentacion dopo ogni cast. Musica. JC Duane e Riccardo Onfroy alias XXXTentacion. Rapper, cantautore e musicista americano. Sebbene Onfroy abbia ripetutamente una figura controversa in problemi legali, ma ha sviluppato una grande giovane seguito e la sua breve carriera è stata accompagnata da un'esplosione di popolarità. La sua versatilità è stata ampiamente elogiata dalla critica e dai fan, così come la sua musica trap, R&B, rock e demo. Trent ha debuttato il 15 marzo 2022 al South by Southwest Film Festival e uscirà a UU il 26 maggio 2022. Un festival di film documentari sulla musica e le nuove culture, si terrà in varie sedie online a Mosca dal 19 giugno al 3 luglio 2022. Il tredicesimo musica e nuova cultura e il festival del documentario si terrà offline e online dal 19 giugno al 3 luglio. Il programma del festival includerà film di giovani registi russi, film di festival cinematografici internazionali e successi del Beat Film Festival degli anni passati. I biglietti possono essere acquistati sul sito web del festival e sulla piattaforma Kinopoist. Come sempre, il programma del festival includerà film sulla musica. Quest'anno sarà proiettato il film Look at Me XXX Tentacion. Il film segue la vita della controversa star del Rap Sound Club. I realizzatori hanno parlato candidamente con i parenti dell'artista e hanno mostrato filmati d'archivio esclusivi. Un altro film dello show è dedicato a Charlie X XX Together, in cui la cantante britannica ha registrato un album con i suoi fan durante la quarantena. Il tema musicale del festival è continuato dal film Crit' on Testage The Story of Little Dinosaurs. Il film è dedicato alla rock band che ha influenzato molti musicisti della scena indie rock americana, dai Nirvana ai Sonic Youth. Il festival inizierà con il film Jane in Charlotte's Eye proiettato a Cannes lo scorso anno. Questo è un ritratto cinematografico dell'attrice Jane Birkin girato da sua figlia Charlotte Gainsbourg. Charlie XX ha pubblicato Come mi sento adesso il 15 maggio. Prima di allora ha dettagliato la fase di lavoro del problema nel suo social network per oltre un mese. Artem Makarsky parla se questo disco dalla registrazione veloce può trasmettere l'atmosfera di isolamento e cosa c'è di più interessante nel suo suono gioia emozionato sorpresa triste rabbia disgusto odiare paura queste sono le parole che si trovano sul retro della t-shirt rilasciata per How Do I Till Now ed escrivono appieno l'intera gamma di emozioni che si possono ascoltare nell'album anche musicisti pop e altre celebrità sono tornati a casa durante la quarantena ma hanno cercato di dimostrare che è difficile per tutti noi in questo momento e non sempre funziona Sam Smith Swim Now per un buon esempio a un molta della sua indignazione sui social network per il fatto che deve vivere in un enorme villa durante la quarantena il meccanismo dell'empatia non sempre funziona e Charlotte Echison alias Charlie XCX è ben consapevole del suo privilegio non solo è stata lasciata a casa ma è stata portata dall'altra costa americana a un uomo accanto a lei e le sue due migliori amiche e il suo manager part-time tuttavia incarna al meglio la complessità della situazione attuale e questa è la canzone Charlie ha rimandato la registrazione di un album pulito e fluido in stile Janet Jackson ha deciso di non rimanere a casa e ha discusso della possibilità di registrare un breve album in quarantena con il suo produttore di lunga data AGQ che è un sindacato di PC One dei fondatori la musica è cresciuta da un piccolo gruppo di amici che lavorano sull'elettronica avanzata a un gruppo di produttori con un suono riconoscibile ma ora meno avanzato Kuka ha accettato di essere il produttore esecutivo di How We Feel Now così come B. Lunga Barton che in precedenza aveva lavorato con Bon Iver e Francis and The Lags la voce di Barton in How We Feel Now suggerisce che il produttore potrebbe essere scelto per realizzare l'album Double Negative di Lowly gli ascoltatori di classici slowcore americani hanno sentito un suono rocco e rocco che si appoggia pesantemente sul basso c'è anche molto rumore sporcizia intenzionale e qualche act nel mix ovviamente è difficile fare un album ben curato in un mese e mezzo ma ascolta prima o ci saranno suoni inaspettati qui sorprendentemente questo è un vantaggio per questo album tornato a casa Charlie scrive canzoni nella sua camera da letto per la prima volta in 12 anni concentrandosi sulla sua relazione con il fidanzato a quong prima della quarantena erano tutt'altro che ideali ma l'esperienza della convivenza li ha aiutati a risolvere i loro problemi ha detto in un'intervista la maggior parte di loro sono dedicati a lui Charlie ha ricordato la loro conoscenza sette anni fa sperava che avrebbero continuato a comunicare e avrebbero ringraziato tutti per il loro supporto e comprensione anche se avessero fallito Charlie ricorda spesso il suo terapista che ha iniziato la terapia nelle settimane precedenti la sua quarantena e nella canzone lo app puoi ascoltare una registrazione del suo monologo in cui esprime tutti i pensieri che le vengono in mente dopo aver parlato con gli esperti questa onestà verso se stessi e gli altri e la preoccupazione per la propria salute mentale possono essere solo corrotte dimostrano che Charlie è una persona vulnerabile non priva di debolezze e cerca di combatterle descrive la sua esperienza in modo tale che qualsiasi ascoltatore possa proiettare su se stesso le sue paure gioie e dubbi ammette di aver fatto il suo miglior lavoro in una commovente rivisitazione di click dal suo ultimo album invece di urlare che le mancano i suoi amici e le sue feste dopo il singolo pause tuttavia la canzone migliore qui è sicuramente anthem in cui Charlie descrive una vita tipica in isolamento serie consegne online lussuria senza motivo e la sua assenza usando una serie di etichette dipinge un'immagine di quante persone vivono in questo momento sia close che intense e l'originale click sono opera di Dylan Brady metà del duo dei 100 jets che l'anno scorso ha pubblicato un album che ha lasciato i critici invariati su tutto ciò che molti amavano di thinking negli anni 2000 questi sono brani popolari suonati da celebrità come la band crunch core brock insid paris il ton musica da hacker di software arrangiamente i nivi e altro ancora il consenso di 100 jack che catturano al meglio il caos di internet di oggi e della sua cultura questo caos sebbene ordinato si adatta bene a charlie per lei il mix di buono e cattivo piacevole e pericoloso è dato per scontato da questo malinteso e dal tentativo di capire come si sente in questo momento è nato questo album in un'intervista con vulture charlie non l'ha detto direttamente ma ha detto di aver usato il concetto di meta ironia lei stessa ride per quello che fa ma allo stesso tempo ama le sue canzoni e porta così tanto piacere vergognoso che la vergogna scompare su di lei non è il testo sulla maglietta all'inizio dell'articolo quel coraggio ha dato i suoi frutti la traccia di apertura dell'album pink diamond progettata per confondere gli ascoltatori e forse provocare odio o curiosità è stata scritta esclusivamente per charlie dal tiepido produttore rendi di john il musicista fa deliberatamente qualcosa che non gli appartiene ma appartiene all'artista i brani strumentali inviati alla cantante erano tutt'altro che le uniche cose che ha ricevuto durante la registrazione dell'album sebbene non ci fossero ospiti e relativamente pochi produttori how we feel now è stato scritto con l'aiuto degli amici e conoscenti di charlie i suoi fan il primo l'ha aiutata visivamente la cantante caroline colate che ha coperto il suo singolo i fan la aiutano a scrivere canzoni e a scegliere foto promozionali attraverso storie instagram live commenti su twitter e riunioni zoom i fan offrono le modifiche a charlie per mixare le canzoni scegliere le migliori opzioni caricare un video e andare al video della canzone forever nello stesso social network la cantante ha parlato onestamente della creazione dell'album la maggior parte del quale è stato prodotto due settimane prima della sua uscita e dei problemi che accompagnano la registrazione look at me はサバーフォライアンが監督した2022年のドキュメンタリーです ラッパーで歌手のクスクステンタチオンの生年に捧げられています この映画は彼の画期的なシングルにちなんで名付けられました 2022年にサバーフォライアンが監督したドキュメンタリー このドキュメンタリーは x の最後の年の映像を特集し 母親のクレオパトラバーナード ガールフレンドのジェネシスサンチェス 元ガールフレンドのジュネーブアヤラとシンシアペレス ラッパーの親友であり同僚など 多くの友人や家族のパフォーマンスを特集しています 母親のクレオパトラバーナード ガールフレンドのジェネシスサンチェ 元ガールフレンドのジュネーブアヤラとシンシアペレス 親友でラッパーのスキーマスクザ・クランプボットなど 多くの友人や家族による x の長年の人生とパフォーマンス ラッパーのクレイグ・ゼン ジョイ・バッドアス ジュースWRLD ベリートランクス トリッピーレッドへのインタビューも 含まれています 陰謀 この映画は x の人生と遺産の有利で物議を カモス側面に注目しています この映画は2016年に家庭内暴力で彼を非難した x ジュネーブの元ガールフレンドであるアヤラに最初にインタビューします 彼の死の時 x はアヤラに対する告発の裁判を待っていた アヤラはドキュメンタリーで初めて x を刑務所に行かせたくないことを明らかにした そう この映画には x の母親であるクレオパトラバーナードとアヤラとの会談が含まれています バーナードはアヤラの主張を信じていると述べ ヤーセがしたことは間違っていました 言い訳はありません 期間 しかし私は彼がもはや同じ人物ではないことを世界に知らせたかったのですが 過去はまだ彼の物語の一部です バーナードは x が最終的にアヤラにこうに謝罪すると信じていたと主張したが 彼はチャンスを得られなかった アヤラは家族が彼女に恨みを持っていないことを知ったことで ようやく負担が軽減されたとコメントした この映画について監督のサバーフォライアンは次のように述べています トレーニング すべてのスターは自分たちのようです キャストするたびに クスクステンタチオンとの関係を示します 音楽 J.C.デュアン リカルド オーンフロイ別名 クスクステンタチオン アメリカのラッパー ソングライター ミュージシャン 若いフォロワーと彼の短いキャリアは人気の爆発を伴いました 彼の多様性は非評価やファンだけでなく 彼の罠はR&B、ロック、エモミュージックによって広く称賛されました 年と2022年3月15日にサウスバイサウスウエストで初演されました 映画祭は2022年5月26日にフルでリリースされます 音楽と新聞化に関するドキュメンタリー映画祭です 6月19日から7月3日までモスクワの様々な場所でオンラインで開催されます 2022年第13回音楽と新聞化ドキュメンタリーフェスティバルは 6月19日から7月3日までオフラインとオンラインで開催されます フェスティバルプログラムにはロシアの若い観測による映画 国際的な映画フェスティバルの映画 過去数年間のビートフィルムフェスティバルのヒット曲が含まれます チケットはフェスティバルのウェブサイトで購入できます キノポイスクプラットフォームで いつものようにフェスティバルプログラムには音楽に関する映画が含まれます 今年は映画 ユック・カット・ミー・ステンタチオンを上映します この映画は物議を醸しているサウンドクラウドラップスターの人生を追っています 映画制作者はアーティストの親戚と率直に話し 独占的なアーカイブ映像を見せました ショーの別の映画はチャーリーXCX、チャーリーXCX、トゲザーに捧げられており イギリスの歌手が検疫中にファンと一緒にアルバムを録音しました フェスティバルの音楽テーマは映画 ブレイク・オン・ザ・ステージ ザ・ストー・ヨフリトル・ダイナソーズに引き継がれています この映画はミルバーナからコニックユースまで アメリカのインディーロックシーンで多くのミュージシャンに影響を与えたロックバンドに捧げられています 映画祭は昨年カンヌで上映された映画 ジェーン・シャーロットの目で幕を開けます これは娘のシャルロット・ゲンズブールが出演した女優のジェーン・バーキンの映画の肖像画です チャーリーXCXは5月15日にHow I'm Feeling Nowを投稿しました その前に彼女は1ヶ月以上にわたってソーシャルネットワークで問題の作業段階を詳しく説明しました アルテム・マカースキーはこの高速録音のレコードが孤立感を伝えることができるかどうか そしてそのサウンドについて最も興味深いことについて語っています 喜び・興奮した・サプライズ・悲しい・怒り・嫌悪・嫌い・恐れ How Do I Feel NowのためにリリースされたTシャツの裏にある言葉であり アルバムで聴くことができる全ての感情を完全に説明しています ポップミュージシャンや他の有名人も検疫中に家に帰りました しかし彼らは今私たち全員にとって難しいことを示しようとしました そしてそれはいつもうまくいくとは限りません サム・スミス・スイム・ナウ 良い例として彼は彼は検疫中に巨大な邸宅に住まなければならないという事実で ソーシャルネットワークに対する彼の怒りの多く 共感のメカニズムは常に機能するとは限りません シャーロット・エイチソン 別名チャーリー・エックス・シー・エックスは 彼女の特権をよく知っています 彼女は家に残されただけでなく アメリカの他の海岸から隣の男性に連れて行かれました そして彼女の二人の親友 そして彼女のパートタイムのマネージャー しかし彼女は現在の状況の複雑さを最もよく体現しており それがその歌です チャーリーはクリーンでスムーズな ジャネット・ジャクソン風のアルバムの録音を延期し 家に泊まらない事に決め 不幸音の創設者のシンジケートである 彼女の長年のプロデューサーであるAG クックと簡単な検疫アルバムを録音する可能性について話し合いました 音楽は高度な電子機器に取り組んでいる 小さな友人のグループから認識できるが今ではそれほど高度ではない サウンドを持つプロデューサーのグループに成長しました クックは以前ボーギーベールやフランシス&ザライツと協力していたビーバートンと同様に エグゼクティブプロデュース How I FEEL NOWに同意しました How I FEEL NOW デノバートンの声はプロデューサーがロイのダブルネガティブアルバムを作るためにタップされる可能性があることを示唆しています そこではアメリカのスローコアクラシックのリスナーが 低音に大きく寄りかかった耳障りな耳障りな音を聞きました ミックスにはノイズ、意図的な汚れ、タップ作業もたくさんあります 明らかに1ヶ月半で手入れの行き届いたアルバムを作成するのは難しいですが 最初に聴いてください そうしないと予期しないサウンドが発生します 驚いたことにこれはこのアルバムのプラスです 家に帰るとチャーリーは彼の寝室で ボーイフレンドのハクコンとの関係に焦点を当てて 12年ぶりに曲を書いています 検疫前は理想からは程遠いものでしたが 一緒に暮らした経験が問題解決に役立ったと彼女はインタビューで語った 彼らのほとんどは彼に捧げられています チャーリーは7年前に彼らの知人を思い出し 彼らがコミュニケーションを続けてくれることを望み 失敗したとしても彼らのサポートと理解に感謝します チャーリーは検疫の数週間前に セラピストを始めたセラピストのことをよく思い出します ブローアップという曲では 彼女が話し合った後に頭に浮かんだ 全ての考えを表現したモノローグの録音を聞くことができます 専門家 この自分自身や他人への誠実さと 自分自身のメンタルヘルスへの懸念は 賄賂を受け取ることしかできません チャーリーは弱点がないわけではなく 脆弱な人物であることを示しており 彼は彼らと戦おうとしています 彼女はリスナーが自分の恐れ、喜び、疑問を自分自身に 投影できるような方法で自分の経験を説明しています 彼女は最新アルバムのフリックを感動的に最高することで最高の仕事をしたことを認めています 彼女は友達やパーティーが恋しいと叫ぶ代わりに しかしシングル・ポーズの後 ここでの最高の曲は間違いなくアンセムです チャーリーは孤立したシリーズ オンライン配信 理由のない欲望 そしてその欠如の典型的な生活を説明しています 彼女は一連のラベルを使用して 現在他人の人々が生きているかを書いています クローズ&アンセムズとオリジナルのクリックはどちらも 2000年代に多くの人がシンキングについて愛していたこと 全てについて非評価を変えず見残した 昨年アルバムをリリースした100ゲックス秒の半分である ディランブレイジの作品です これらはクランチコアバンドのブロークンサイド アリヒルトン ソフトウェイハッカーの音楽 ビディアレンジメントなどの有名人が演奏する人気のある曲です 100GECのコンセンサスは 今日のインターネットとその文化の混乱を 最もよく捉えているというものです この混沌は整然としていますが チャーリーによく合います 彼女にとって良いことと悪いこと 楽しいことと危険なことの組み合わせは当然のことと考えられています この5回から そして彼女が今どのように感じているかを理解しようとして このアルバムは生まれました ハゲタカとのインタビューで チャーリーはそれを直接は言いませんでしたが 彼はメタアイロニーの概念を使用したと言いました 彼女自身は自分のしていることを笑っていますが 同時に彼女は自分の歌を愛し 恥ずべき喜びをもたらし 恥が消えてしまいます これは記事の冒頭のTシャツのテキストではありません その勇気は報われた アルバムのオープニングトラック ピンクダイヤモンドは リスナーを混乱させ 憎しみや好奇心を刺激する可能性があるように設計されており 生ぬるいルンビープロデューサーのビジョンによって チャーリーのためだけに書かれました ミュージシャンは彼のものではなく アーティストのものである何かを恋に行います 歌手に贈られたインストルメンタル作品は アルバムのレコーディング中に 彼女が受け取ったものだけではありませんでした ゲストはなくプロデューサーも比較的少なかったものの How I Feel Nowは チャーリーの友人や知人の助けを借りて書かれました 彼女のファン 最初は彼女の視覚的な助けになりました 歌手のキャロラインポラチェクが 彼女のシングルをカバーしました ファンはストーリー インスタグラムライブ ツイッターコメント ルームミーティングを通じて 彼女が曲を書いたり プロモーション写真を選んだりするのを手伝っています ファンはチャーリーの編集を提供して 曲をミックスし 最適なオプションを選択し ビデオをアップロードして Foreverという曲のビデオに移動します 同じソーシャルネットワークで 歌手はアルバムの作成について 正直に話しました アルバムのほとんどは リリースの2週間前に作成されたものであり レコーディングに伴う問題についても話しました